Уже шестой год подряд в день борьбы с наркоманией в Десногорск приехали представители автономной некоммерческой организации «Центр поддержки людей», находящихся в трудной жизненной ситуации «Любовь». Вместе с волонтёрами молодёжного центра они провели городскую акцию «Скажи здоровью да». Зрителям и прохожим они раздавали буклеты и листовки с призывами ввести здоровый образ жизни и с информацией о вреде наркомании, курении и о методах борьбы с ними. У нас есть амбулаторное и стационарное прохождение реабилитации. Если кто-то нуждается в этом, мы можем помочь. У нас есть контактные телефоны, обращайтесь, пожалуйста. Я тот человек, который прошёл это, и я знаю, что каждый зависимый человек, он нуждается в выходе, и он хочет выйти, но не знает как. Вот есть выход, и мы можем помочь, мы знаем, как выводить людей из этого. Удивительным и неожиданным стал концерт, подготовленный творческими коллективами из города Брянска. Музыкальный коллектив «Сандали», танцевальный коллектив «Брокен Паркет», рэп-исполнители группы «Сент Нейшн», показательные выступления спортивного клуба «Боец». Почти все артисты, выступившие в этот вечер на сцене, ранее были зависимыми от наркотиков. Однажды я не смог сказать «нет» своему другу, своему близкому человеку, который предложил мне наркотики. 12 лет ада, и знаете, я думал, что однажды я встану и не буду употреблять наркотики. Но год за годом шли, и все хуже и хуже. Попал в тюрьму, и думал, в тюрьме уже я принял решение, что после освобождения я перестану употреблять наркотики. Но через две недели мои решения и обещания лопнули. И обратно стал употреблять наркотики. Я чуть не умер, передвизировка была. И знаете, это чудо, что я сейчас здесь на сцене, благодаря людям, которым я был, не безразличен. Это оно – центр любови. Дата 26 июня нам еще раз напоминает о том, что нужно всемирно объединяться в борьбе с наркоманией. Для сохранения здоровья и личности каждого здорового человека. И оказания понимания и помощи больному. Не только наркополицейские, таможенники и пограничники. Каждый из нас должен внести свой вклад в дело борьбы с наркотиками.